Друзья, привет! Сегодняшний инструмент я планировал делать буквально с начала основания своей мастерской, но всегда это дело откладывал. Готовых решений на эту тему в интернете уже большое множество. И среди нереально крутых приспособлений и идей на миллион, я выбрал одну конструкцию, которая меня действительно заинтересовала. Но в этом ролике нет описания всей конструкции, а показан только лишь финальный результат. Что же, давайте попробуем повторить этот инструмент и увидим весь процесс его изготовления. Приятного вам просмотра! Для сегодняшней самоделки нам понадобится самая дешевая швабра. 5 магнитов размерами 40 на 10 миллиметров, которые я заказывал в Китае, и алюминиевый профиль. Его я покупал для изготовления параллельного упора для своей самодельно-ленточной пилы. Но если отрежем от него кусочек, думаю, ничего страшного не случится. А начнем мы, пожалуй, с магнитов и проведем небольшие испытания. В этом нам помогут параллельки от фрезерного станка. Сделаем при помощи их большой магнит. Тут я заметил, что положение магнитов играет большую роль в нашей конструкции. Первый вариант установки – это когда торцы магнитов прилипают друг к другу. В этом случае магнитная сила очень маленькая. Достаточно просто развернуть один из магнитов на 180 градусов, как картина сразу же меняется. Теперь оторвать конструкцию проблематично даже двумя руками. Есть еще одно наблюдение. Оно не относится к нашей конструкции, но я подумал, вам будет это интересно. Если взять металлическую планку и замкнуть ею оба полюса получившегося магнита, то магнитная сила практически пропадает. Теперь его можно снять одной рукой. Кстати, не переживайте за то, что я намагнитил параллельки. Ситуацию можно исправить простым китайским приспособлением. Если интересно, ссылку на него, а также на комплектующие сегодняшние самоделки, положу в описании под этим видео. Далее поработаем со шваброй. Сама губка сегодня нам не понадобится, поэтому просто снимаем ее. И откладываем в долгий ящик. Выкинуть, как говорится, всегда успеем. Может еще куда-нибудь пригодится. Также снимем все ненужные детали, оставив только держатель. Алюминиевый профиль отрезаем с запасом, так как в него будут вставляться заглушки. В моем случае 240 миллиметров. Резать будем на торцовочной пиле. Видел на многих каналах, что для резки алюминия можно использовать ее. А как считаете вы, напишите в комментариях. Кстати, рез получился, на мой взгляд, идеальным. Теперь поработаем с держателем. Попытаемся закрепить алюминиевый профиль в него. Для этого его немного расточим. Но сначала срежем все ненужное. Размечаем ширину и, конечно же, загриндер. В результате все подходит идеально. Корпус нашего инструмента будем крепить на винты М5. А чтобы пластик не проминался между профилем и корпусом, вставим обрезки старого крепления. Собственно, их и используем в качестве шаблона. Далее примеряем все по месту и, если все хорошо, то продолжаем. Настала очередь магнитного механизма. Его будем делать из металла толщиной 5 миллиметров. Размечаем с припуском на обработку и отрезаем. Далее выровняем края. Делаем это в паре, так будет точнее. Вот такая пара заготовок получилась. Дальнейшие манипуляции будем проводить на плите ЛДСП, так как стол у меня металлический. А сила магнита должна получиться хорошая. Сами магниты предварительно решил клеить на суперклей. Здесь все по старой схеме. Не забываем проверять, с торцов магниты должны отталкиваться. Можно накрывать второй планкой и заливать все эпоксидной смолой. Но сначала сделаем опалубку из малярного скотча. Смола очень текучая, поэтому герметизируем в несколько слоев. Состав использую проверенным временем. Его можно найти в любом магазине автозапчастей. Разводим его 10 к 1 и тщательно перемешиваем. После этого можно заливать. Спустя 18 часов вот что у нас получилось. Все наплывы решил снять на фрезерном станке летучкой. Но эту операцию также можно проделать при помощи наждачной бумаги на ровном основании. В итоге вот такая красота у нас получилась. Самое время проверить усилия магнита. Полученный результат меня полностью устроил. Просто так снять этот магнит не получится. Только сдвинув его в сторону. Наш магнит будет подвижным. А для этого в корпусе сделаем пару отверстий для тяг. Которые крепятся к ручке. Сверлом 2 мм сверлим отверстие. А затем надфилем придадим нужную форму. Отлично. За кадром изготовил пару ушек с резьбой М5. Их нужно закрепить на магните. Другого способа кроме сварки я не нашел. Однако нужно понимать, что эпоксидная смола и неодимовые магниты очень боятся высоких температур. Поэтому варим прихватками и стаканчик с водой держим всегда под рукой. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям необходимо срочно покинуть здание. Ну а поскольку теперь все детали готовы, можно собирать наш инструмент. Тяги к магниту прикручиваем на болты под шестигранник. Мне так показалось будет удобнее. Ну а дальше все в обратном порядке. Финишируем заглушками и наше устройство готово. Так для чего же мне понадобилась такая магнитная швабра? Очень часто при обработке заготовок на фрезерном станке мелкая металлическая стружка разлетается по всей мастерской. И весь пол буквально ей усыпан. Конечно можно использовать веник, но идеального результата не получить. Плюс стружка очень цепляется. Шланг пылесоса почти мгновенно забивается по той же самой причине. А с помощью магнитной швабры убрать такой мусор не составит труда. И легким движением рук он отправляется в мусорное ведро. Не знаю как вам, а мне этот инструмент пришелся по душе. Безусловно цветной металл подобной щеткой не соберешь. Но я его и не так часто обрабатываю. Друзья, это последний выпуск в этом году. И в связи с этим хочется поздравить вас с наступающим новым годом. Пусть в следующем году исполнятся все ваши тайные желания. А неудачи прошлого года пусть останутся позади. И уступят место только приятным и радостным моментам. Чтобы все ваши задумки были реализованы беспрепятственно. И удача сопутствовала вам ежеминутно. Спасибо, что оставались со мной на протяжении этого года. Впереди еще очень много проектов, которые думаю вам будут по душе. А с вами был как всегда я Михаил и это канал Добрый Мастер. До встречи в новом году. Пока-пока.